Дорогие друзья, мы начинаем наш эко-лекторий путешествия по живому уголку станции юных нейтралистов меховой интернат. Я передаю слово Гульнаре Муанурне, вы ее видите, она вот здесь у нас расположена, я буду иногда появляться, но в основном Гульнаре Муанурне нам сегодня будут всякие интересные вещи рассказывать. Гульнаре Муанурне, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые слушатели эко-лектории. Сегодня у нас 6 января 2021 года, и мы с вами в эфире, мы сегодня с вами проводим эко-лекцию путешествия по живому уголку станции юных натуралистов. Сегодня мы с вами познакомимся с нашими обитателями, которые приятно и очень хорошо себя чувствуют в нашем живом уголке. Конечно же, надо сказать, что животные это очень удивительные существа, которые привлекают всегда людей, то есть как бы, а в особенности детей, наверное. Детям очень нравятся животные. И любое, конечно же, знакомство с животными, это всегда очень интересно, познавательно. И всегда такой процесс, который позволяет нам ближе узнать о повадках этих животных, о том, чем они питаются, о том, как они вообще проводят время. И это дает повод для того, чтобы продолжать изучать этих животных и за ними наблюдать. Конечно же, я знаю, что очень многие любят заводить животных, такие как собаки, кошки. Но если вы заведете или будете ухаживать, если у вас появятся животные, такие как хомики, грызуны и другие, дебу, шиншилы, они тоже очень интересны и тоже могут вызвать бурю и морщи, потому что они, во-первых, маленькие, их можно взять в руки, погладить, если они очень доступны. И ими можно как-то вот тоже быть, чтобы они были как бы у вас на еду. И мы сегодня с вами, наверное, начнем наше такое вот путешествие по нашему живому уголку самых простых, самых-самых обычных обитателей. И, наверное, начнем мы с нашей среднеазиатской черепахи. Вот. Я, конечно, могу ее сейчас достать, эту среднеазиатскую черепашку. Вот. Ну, и вы можете даже увидеть эту черепаху, которая вот у нас сейчас появляется на экране. Среднеазиатская черепаха, это относится к присмотрающимся. И животное это известно на нашей планете уже более 120 миллионов лет. Это очень древнее животное. И, несмотря на свой вот такой вот вид необычный, это животное вроде бы оно такое тихое, спокойное, бесшумное. Но можно, конечно же, внимательно ее, я тоже говорю, черепашку рассмотреть. И что самое главное, на что обращаем внимание, когда, вот, например, берем в руки ту же черепашку. Черепаха примечательна, прежде всего, своим внешним видом или, как бы, панцирем. Карапакс. Ой, извините, сейчас я вам буду просто взять. Давайте мы ее посмотрим, наверное, в таком виде. Своё название «Черепашка» получила, в общем-то, как бы, в переводе, как бы, если посмотреть внимательно, с греческого, по-моему, с латинского, да. Ну, получается, что черепашка похожа на, как бы, камень такой или кирпич, сейчас мы видим. И, внимательно, если посмотрим, то на, как бы, внешний вид, она, это, как бы, черепашек панцирь, он, как бы, является сросшимся таким вот космосным образованием. И состоит этот панцирь из, как бы, двух частей. Верхний, который называется карапакс. Вот он. Он, в основном, округлой формы, вот такой вот. И нижний, который называется пластрон. Все эти, верхняя часть этого карапакса состоит, и в строении его имеются вот такие вот роговые щипки. Названия этих роговых щипков, они тоже разные. Вот здесь у нас находятся шейные, дальше идут краевые, роговые. А вот здесь вот у нас находятся по центральной части, это щипки позвоночные. Они, конечно же, очень жесткие по своей, вот, как бы, структуре, крепкие. Можно сказать, что в среднем, как бы, черепашка, когда, в общем-то, проводили испытания, конечно же, на живой, на панцире, и удерживают усилие где-то больше 200 килограмм. То есть 200 раз превышает ее вес, то есть она может выдержать очень достаточно много веса. Если мы внимательно посмотрим на вот это строение этого щипка, то вот можно заметить вот такие волнообразные оборозки. Эти оборозки указывают, как бы, соответствуют тому времени, тем годам, сколько лет прожила черепашка. То есть по этим оборозкам можно определить возраст этой черепашки. Равно так и по спилам деревьев можно определить возраст того или иного дерева. Черепашка имеет, как бы, свои, как бы, конечности, вот они у нее располагаются и в таких вот пальчиках. Эти черепашки и покрыты их конечности специальными таким роговыми чешуйками. Это им позволяет, конечно же, обитать в таких вот засушливых районах. И черепашка, конечно же, ареал ее распространения это в основном республики Средней Азии, это Иран, это Пакистан, это Индия, юг Казахстана. Вот. И любят, конечно же, эти черепахи более запушливые районы. И там, где у нас, как бы, много солнца, тепла, потому что они не регулируют свою температуру тела. Это хладноклубное животное. Черепахи в основном растительные ядные и в своем рационе они чаще всего пользуются и питаются растительной пищей, это многолетние травы. Ну вот попробуем сейчас, может быть, будет ли она у нас кушать. У нас, конечно, есть еще рискок салата, но посмотрим, у нас как-то двигается в эту сторону. В основном едят многолетние травы, да, бахчевые, опадки, я, это, как бы, плодовых деревьев, это могут яблоки. В целом, конечно же, если эту черепаху содержать в неволе, то надо, как бы, знать повадки этого животного. Несмотря на то, что она тихо ползает и как-то перевещает на какие-то как-то расстояния, она у нас очень подвижная и активная черепашка. Про размножение можно. Да. Черепахи, как и многие, такие как змеи, так же, как и другие черепахи, яйцекладущие. То есть они откладывают, в основном, в эти, как бы, свои специальные норки, ямки, почву закладывают яйца от двух до двухсот штук. Это кожистые такие, круглые формы яйца, и через определенное время эти, как бы, из этих яиц вылупляются маленькие черепашки. У каждого вида, конечно же, инфибационный период, и эти черепахи могут, конечно же, вылупиться через определенное время. Вот. Конечно же, надо сказать, что они в этот момент очень уязвимы, потому что они еще маленькие, ослабленные, карпалцы, может быть, еще не совсем такой жесткий и мягкий, как и взрослые черепахи. Ну, постепенно они начинают, как бы, расти и укрепляться. В неволе они обычно живут, черепашки, от 10 до 30 лет. Ну, если как бы, это создано благоприятное, хорошее условие, то есть есть возможность этим черепашкам перемещаться и как-то вот чувствовать себя членом команды нашего, вот если это в вашей семье. Что еще хочу сказать, существуют еще и другие черепахи средиземноморские, но у них, вот если у нас, в отличие от средиземноморской, 4, вот как вот они в сайте здесь, то у них 5. Вот это наша такая вот черепаха. У нас таких черепах на нашей станции 3, и они очень хорошо себя чувствуют, несмотря на то, что сейчас зимний период, они у нас в печку не впадают, они активны, они очень рады тем, кто приходит к нам в гости. Так, ну, наша черепаха пока, похоже, что-то как-то вот она реагирует на, не реагирует особо на еду, на какие-то угощения, которые были приготовлены для нее. Так? Переходим к хомяке. Да. Итак, мы отуслаем нашу черепашку дальше, но мы положим ей угощенца. Следующими нашими гостями являются наши очень миролюбивые, очень интересные животные, хомяки. Хомячки – это животные очень забавные. Во-первых, они привлекают тем, что они небольшого размера и очень активные. Но размер примерно этих вот хомячков, ну, где-то 10-15 сантиметров. Самым маленьким является вот этот джунгарский хомячок. Отличается этот джунгарский хомячок, он такой вот серо-бежо-серого-белого цвета. И отличительной особенностью его является по спине у этого зверька. И есть такая вот полоса, которая и дает отличительный признак, который является отличительным признаком. А в зимний период времени эти хомячки, они немножечко приобретают беловатый такой оттенок и немножко цветный. Вот на нашем кадре есть еще вот такие вот хомячки. Это вот, например, корткохвостый такой вот хомячок, это еще и из других видов, который обитает на Тибете. То есть это высокогорные районы. И для того, чтобы они действительно были, ну, хорошо чувствовали себя, они, конечно же, должны иметь и окраску такую, соответственно, чтобы их не было как бы спуток. Потому что они являются очень такими жертвами, что они, например, съездные хищники. Ну, в целом, домашние все грузуны, это такие как хомяки, да, крысы, кролики. Все эти, как раз-таки, они неприхотливы к содержанию. Вот. И при этом они, конечно, приручаются большинству этих животных и становятся тоже подключенными вашей семьи, вашей командой. Они очень хорошо реагируют, да. Наши, вот на кадре мы также можем видеть, помимо этих вот маленького джунгарского хомячка, у нас тоже присутствуют и сирийский хомяк, хомяк, который опаливал такого бежевого-коричневого цвета. Они более пушистые и более такие покрутнее, чем джунгарский хомячок. Но нрав у этих, конечно же, хомячков очень своеобразный. Они всегда соперничают, и поэтому поселить одновременно два хомяка, например, в одну клетку, бывает не всегда, наверное, правильно. Они начинают, конечно, соревноваться, агрессировать, могут даже и как-то подраться между собой. Вот. Это такие вот животные. Поэтому желательно, конечно, их располагать и их помещать вот такие вот клетки отдельные. Клетки должны, в клетках должны, конечно же, быть специальные приспособления. И таким приспособлением является такое вот колесо. Это колесо помогает вот нашим зверькам постоянно двигаться, перемещаться, то есть они вот разрабатывают свои конечности. Имеются специальные также устройства в виде такой вот промышленной трубы, по которой они тоже очень хорошо лазают, это имитирует их норки. В целом они в природе, конечно же, живут вот именно в таких вот норках и взрываются в глубокие специальные такие траншеи. Это их спасает от хищников и от их местообитания, место жильей. А в целом, конечно, наши комячки, вот они вот тоже обитают вот в наших таких вот условиях. Ну вот сейчас у нас вот здесь вот маленький комячок, он спит. Ну, утром он, конечно, был более такой активный, бодрствовал. И мы его покормили, и он у нас сейчас как бы находится вот в такой вот, вот, видно, да, что он у нас немножечко шевелится. Это наш джунгарский комячок. Особенностью, конечно же, всех грызунов его, вот он у нас и вышел, он проснулся. Вот он, видите, у него действительно такой вот интересный цвет, и шворстка такая мягкая, пушистая такая, так и хочется его взять в руки. Но надо, конечно же, предупредить и сказать, что не всегда животные любят, когда их берут в руки, потому что у них очень острые улыбки. Надо сказать еще, что в грызунов особенность такая, вот эти вот, как бы у них очень сильно развиты резцы, которые растут всю жизнь. И эти резцы, они покрыты эмалью, но, вот он сейчас и назначил, чтобы водичку пить, покрытые эмалью, и которые нужно постоянно стачивать. Верхняя часть покрытая эмалью, задняя, как бы, за счет этого идет стачивание, как в виде этого вот дома. Для, как бы, в качестве поилок, для грызунов используются такие поилки, которые имеют металлическую насадку и шарик, то есть это не позволяет вот именно действительно пить таким вот образом. Только так как они постоянно все грызут, и эта особенность заставляет, наверное, задуматься, чтобы трюки были все-таки сделаны из металлического такого материала, из проволоки. И так как они, в общем-то, деревянные, конечно, здесь недопустимые, они все это прогрызают, и это может быть причиной исчезновения со своего места обитания. И так мы переходим с вами еще к следующему нашему животному, который мы относим к свинкам, морская свинка. Никакого, конечно, ничего общего, морские свинки у нас не имеют отношения к понятию к воде, к морю. Просто их назвали, так как бы, были привезены к нам все за море, скажем так, за морские. В основном среда обитания – это высокоморье, тоже предсказано, в таких местах в Бари, в Перу, в Чили. И в основном эти зверьки были выращивались для него для, в основном, пищи. То есть у них очень ценно у них диетическое такое мясо. Но в целом они очень неприхотливые, очень миролюбивые, очень доброжелательные и очень хорошо всегда реагируют на хозяина. То есть вот даже когда кормят их, они дают специальный звук. Возможно, и это послужило, почему-то сравнивают эту морскую свинку с свинками. Вот. Они, на самом деле, конечно же, это одомашненный вид грузинов. Вот перед нами тоже видно, что есть свинки. А крас у них, конечно, всегда бывает. Тоже, вот мы в предыдущем видели, пешевый, серый такого белого цвета. А так они преобладают у них коричневые, рожеватые оттенки с комбинированным белым. Бывают трехцветные, черные такой добавляются, да. Вот перед нами как раз-таки тот набор, который наиболее, наверное, часто встречается у заводчиков. То есть обыкновенная наша шинши, ой, шинши, вы айская, они немножко вот напоминают интересную же такая вот внешность, кругленькие, округлые формы. Тоже живут эти наши морские свинки где-то до 10 лет, 7-9 лет их, в общем-то, время проживания. Вот. Есть у нас, там у нас черепашки, которые называются паровые такие. Такие очень интересные. Еще существуют и розеточные черепашки. Ой, извините, морские свинки. Эти розеточные, они вот имеют такую структуру шерсти, что есть как бы такие вот какие-то розочки, как розочки получаются, очень красивые, очень интересные. Заводчики выводят еще и таких, которые имеют длинную шерсть, красивые такой формы. Ну, а это дополнительно требует того, что за ними нужно, конечно же, ухаживать за шерстью этих животных. Их нужно вычесывать. Также для содержания они неприхотливы особо в наших домашних условиях. Для того, чтобы содержать этих животных, достаточно такой же обыкновенной клетки. Но клетка должна быть больше, чем для комяков. Вот, и они, да, давайте, а, свинка. Давайте мы на нее посмотрим. Это наша свинка, она очень обиженная, она очень активная и очень такая, мы любимая, да. Вот, уважаемые наши друзья, вот у нас такая вот замечательная морская свинка. Вот, когда я ее взяла в ручки, она у меня, из-за того, она испытывает очень большой стресс, у нее прям вот сердечко очень сильно такой стучит. Для любого животного, конечно же, вот взятие на руки, то есть создание таких, чтобы дополнительных сумок, вызывает очень такое, как бы, движение, они начинают дергаться, начинают перемещаться из одного угла в другой. Ну, когда почувствуют, что с ними, как бы, обращаются очень ласково, они, конечно же, притекают и начинают, как бы, чувствовать себя в безопасности. Ну, это, наверное, защитная такая реакция. Вот, вот такое продолговатое тело у этого самого нашего, у нашей морской свинки. Вот, маленькие такие лапки. Вот они у нас выглядят. Так, ну, я так думаю, что ей очень понравилось наше, наверное, вот здесь вот небольшое угощение. Ну, я думаю, если ей, в принципе, я думаю, нравится, давайте попробуем, остальное у нас будет кушать. Так, вот у нас есть еще салат. Так, вот, может быть, она даже у нас еще есть. Да, попробуем. Вот, животные эти сумеречные, то есть они вот обитают в таких вот условиях, когда темно, и в основном выходят тоже вот на охоту. Они это с удовольствием так. Ну, видно, она поела, у нас вот недавно мы их тоже немножечко подкормили. Будем ждать. Может быть, она у нас сейчас успокоится и будет использовать ядно. То есть попробует нашу гощину, все, пусть у себя. Пока сидит спокойно. Вот, ну и давайте перейдем посмотрим. Вот, видите, как интересно. Нам очень даже, наверное, повезло в какой-то мере. И мы увидели этот прекрасный такой вот процесс, когда спинка наша действительно с удовольствием ест салат. Да, для угощения, то есть в зимний период времени, надо сказать, нужно добавлять, конечно, працион для любых зверьков, не только для морской семейки, семейки, но и для комиков, и для бега, и для кроликов. Это сущные такие форма, которые позволяют им действительно восполнить тот витаминный баланс, который им необходим. Это могут быть морковь. Морковь можно использовать и кусочками нарезанными, можно и на терке натирать, яблоки и зелень, конечно, и зелень. Опять-таки, для грудинов очень важно вот именно стачивать их зубы, резцы. Для этого можно использовать веточки в деревьях плодовых. Это могут быть яблони, вишни. И вот эти вот веточки, конечно же, нужно предварительно подготовить и поместить в клетку, и они сами найдут время, когда нужно будет погрызть эти ветки. Это тоже им помогает, это тоже надо делать периодически, не забывать об этом. Вот наша такая удивительная морская свинка уже успокоилась, и вот, плюс она реагирует очень хорошо, спокойно, поэтому это вот как раз-таки мы продемонстрировали. Хозяев, которые их кормят, они узнают и радуются им, и это всегда бывает видно и слышно, как они подсвистывают. Вот, перед нами очень интересный, но, к сожалению, мне удалось вот сейчас нам как бы принести этого зверька, очень интересный. Если вы посмотрите на него, то это очень красивые, у них такие крупные глаза, крупные, как круглые уши. И само по себе оно животное небольшое, но опушенное такое вот, и это шиншилла. У нас это как бы вообще известно длиннохвостный, длиннохвостый шиншилл, краткохвостый и шиншилл большая. В основном, конечно же, эти зверьки, они обитают в краеповодах, может быть, или же в тех местах, где занимаются разведением этих шиншилл. Шиншилла стала известна, и ее стали активно как бы ну истреблять, скорее всего, в основном из-за ее очень ценного меха. Если посмотреть на вот именно мех шиншиллы, который как бы отличается именно своей плотностью, своей вот этой бархатистостью, структура этого нашего, как бы, нашей шиншилла, структура, вернее, меха, то есть, получает на одном квадратном сантиметре, произрастает 25 тысяч вот этих вот волосков меха. И из одной луковичной вот этого, в смысле, в основном луковице, разрастает примерно 60-80 этих волос. И вот именно это придает по большую, как бы, такую плотность этой нашей шиншиллы. А крас, ну, в природе, конечно, эти все наши виды были, да, они, как бы, изучены были вот именно длиннохвостые шиншиллы, и заводчики стали, как бы, выводить вот такие породы, как черный бархат, это вот такой уникальный такой цвет, вот перед нами розовый бархат, а шиншилла белоснежная, вот сами свои названия, они даже для себя как бы отвечают на те вот действительно вопросы. Шиншилла плюшевая, если взять в руки, посмотреть, то у них действительно эффект такой вот производит мех. Конечно же, это огромное истребление большого количества вот этих зверьков, в общем-то, да, поспособствовало тому, что многие заводчики стали задумываться, а может быть, все-таки выводить в специальных фермах для того, чтобы, да, сшить те же шубы. Шубы очень дорогие, но многие люди, многие, как бы, стараются, в общем-то, как-то не обращать на это внимание, и стараются, в общем-то, проводить акции, чтобы не было такого вот активного использования этих зверьков. Пусть они растут, пусть они живут и радуют, они видят какие-либо удивительные животные, они позволяют вот, как бы, хорошо чувствовать нас тоже, в том числе. Ну, вот я могу вам сегодня, и наша коллега принесла показать вибрис, вот можно сказать, вибрис вот этой вот шиншиллы. Видите, да, вот он такой вот удлиненный, вот у него здесь вот здесь конец, у нас сейчас здесь будет небольшое путешествие, давай мы ее поместим в клеточку, она ей понравилась, можно ей даже... Можно я показать, какие следы от вкуса на морковь? А, да, можно, конечно, да, вот видите, это вот с помощью своих резцов шиншиллы, у нас морская свинка действительно прогрызла вот так вот морковь, вот видите, какие у нее интересные формы. Так, а это что? А это у нас вибрисы шиншиллы. Что такое вибрисы? Это, как бы, вот около носика у нее такие вот специальные усики находятся, это органы обоняния, осязания, они очень чувствуют, вот они ощущают вот эту окружающую среду. Ушки позволяют им хорошо слышать, глазки вот эти вот, они позволяют им хорошо чувствовать, видеть в ней пространство, и лучиками они вот, конечно, ощущают температуру, вот то, что вот колебание воздуха, это все, как бы, воспринимает очень активно. Такие датчики движения, да, гольфа? Да, да. И получается, что вот, ну, шиншилла, относится, наверное, вот им свойственно такое явление, как паутомия. То есть это явление, оно, мы чаще наблюдаем, например, у тех же ящериц, которые, как бы, при случае агрессии отбрасывают свою кустовую часть, вот. Но у шиншиллы это, как бы, такая компенсационная вот эта вот лейка. Что дает это? То есть, когда нападает какой-нибудь животный, или животное испытывает стресс, она отбрасывает, отбрасывает, отбрасывает вот этот вот на больших площадях мех, И получается, одаренный такой вот участок этого тела. И животное тоже, получается, как бы, испытывает, ну, и заболевает, может заболеть, может кто-то такой вот, если очень большая будет площадь, если может быть, привести к переохлаждению. Вот. Да. Ну, конечно же, много говорить можно и про шиншиллы, потому что это очень забавные сами по себе животные. Но надо сказать еще и о других наших животных, которых у нас тоже, их тоже очень много. И мы знаем, что это наши кролики. Кролики живут у нас постоянно. И приплод этих кроликов у нас не уменьшается, и можно как бы, в любую жизнь, когда у нас есть возможность, мы всегда стараемся наших животных, наших кроликов везде показывали в наши времена, ой, во время экскурсии. Вот. А прародителем, скажем так, наверное, является дикий европейский кролик, который именно и дал как бы основу, наверное, да, всем нашим другим кроликам, которые вывели вот именно кролиководы. И таких, наверное, видов примерно около 60 или больше. Вот. Кролики, они относятся, да, к млекопитающим семейце Зайцевых. В том числе и домашние кролики тоже относятся к этим. Вот. Но надо сказать, что сравнивают и как бы с зайцами, да. Можно, конечно, здесь тоже сравнить немножечко это сравнение провести и сделать некоторые вот такие моменты. Так, видите, европейский вот этот дикий кролик, он достаточно небольшого размера. Это 400 грамм, ну, может быть, около 500 грамм. А зайцы, зайцы, они значительно крупнее, и они достигают и размера побольше, у них такие вот крупненькие, да. А эти наши кролики, они в основном не рождаются голыми и без меха, то есть они незрячие. Но через 20 дней они становятся вот такими милыми пушистыми и уже спокойно могут перемещаться на большое расстояние, и есть свою пищу, в том числе очень много тоже любят и корнеклодов, могут врызть веточки. Вот. Жесткую такую еду тоже этому подходит. А кролики, конечно же, есть еще, разводят в основном для того, чтобы и получить от них шкурку, получить какой-то мех и тоже используют для пищи, получают мясо очень деликатесные. Вот перед нами интересные виды, которые вывели тоже селекционеры. Вот верхний у нас это английский, английская порода веслоуха барана. Это, ну, много другие, у них ушки не такие, как вот у обыкновенных кроликов, прям стоящие, а кролики, вот ушки, они свисают, и от этого у них такая порода, вот так они и называют веслоухие бараны, потому что внешне они как бы немножко отминают вот именно барана. А французский баран, немецкий баран, вот такие вот, они очень пушистые, очень достаточно крупные, в обиходе, в общем-то, их выводят и за ними просматривают, они очень неприхотливые, менее пугливые, но также могут, как бы, приплод у них где-то двадцать, а, на двух до четырех, наверное, в таких как маленьких кроликов могут принести. Перед нами также еще вот действительно есть карликовые. Эти виды, они очень популярны среди людей, среди его заводчиков и просто среди любителей. А чем они берут? Действительно они мягкие, обаятельные, пушистые, но это, конечно, мягкость и обаятельность, за этим нужно следить и, конечно же, тоже обеспечивать им условия. Кретки должны быть просторные, поилки должны быть, и все это должно быть очень хорошо, ну, то есть за ним следить, следить за подстилкой, чтобы вовремя, и кормить. Животные, конечно, это очень важные такие наши, как бы, существа, которые привлекают своим таким вот именно внешним видом, обаянием, и за ними можно наблюдать. Недаром же многие животные являются лабораторными, то есть это и крысы, это и мышь лабораторные, это и кролики тоже являются, как бы, лабораторными животными, которые применяются для испытания тех же, например, препаратов, каких-нибудь, может быть, и химикатов в том числе. И для этого, конечно, надо сказать, что в животных существуют специальные, не специальные, существуют даты, когда мы отмечаем, и эти даты напоминают нам о том, что нужно бережно относиться к этим животным. И вот самыми такими очень, можно сказать, вот, например, день черепахи мы отмечаем 23 мая. В октябре у нас отмечается день тоже животных, диких животных. И, например, международный день кролика также отмечается у нас в сентябре. Несмотря на то, что эфиры вроде бы и много в отдельных регионах, в отдельных местах, но они требуют защиты и охраны. Потому что это все вот так вот обязательно следить. Уважаемые наши слушатели, вот моя лекция подошла к концу. Я думаю, за наше вот это вот время что-то я вам успела рассказать. И я благодарю вас за внимание, за то, что вы успели подключиться к нашему эфиру. И я вас все поздравляю с Новым годом. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Все, на этом спасибо большое Гульнару Муанорну. Очень интересный рассказ. И животные, мне кажется, нам очень хорошо подыграли. Вот вовремя начали есть, причесываться. Но, Гульнару Муанорну, еще у нас, я знаю, есть хвост Дегу. Да, давайте, у нас в принципе как бы основная часть трансляции сейчас закончилась. Мы можем немножко пообщаться, поотвечать на ваши вопросы. Я еще хочу показать хвост Дегу. Дайте мне, пожалуйста, я сейчас, чтобы не вставать. Вот, посмотрите. Но сразу вам хочу сказать, не пугайтесь. Вот, этот хвост нам принесла тоже наша коллега. Она дома держит Дегу. И это абсолютно штатная ситуация. Это потеря животным хвоста. Не все Дегу сбрасывают хвосты. Но есть отдельные виды и породы, которые в случае опасности его отбрасывают. Вот, то есть, этот Дегу был либо чем-то и кем-то напуган. Вот, может быть, салюты испугался. Кстати, да, салюты. Вот животные не очень любят. Птицы и так далее. Так что задумайтесь насчет следующего. Праздновать следующего Нового Года. Да, либо, может быть, какой-то кот. Вот, я не знаю, живет кот у нашего. Дегу Александрович сказал, что у них там много птиц. Много птиц, да. Которые действительно издают звуки. И вот это, наверное, ухаживает в такой штатной ситуации. Так что в нашей лекции еще принял участие хвост. Спасибо.